К другим темам. В Муроме восьмилетний школьник нашел на берегу Оки зуб мамонта. Окаменелость визуально и в самом деле на него похожа. Своей необычной находкой юный исследователь похвастался нашей съемочной группе. Подробности в сюжете Вадима Уколова. Миша Моржаков приехал из Московской области к бабушке и дедушке на каникулы. Как-то вечером, прогуливаясь по живописным местам берега Оки, школьник обнаружил странный камень. Сначала он даже подумал, что это кусок железа или останки животного. Миша решил показать найденный артефакт взрослым. Дедушка, иди сюда! Вместе с дедушкой они пришли к мнению, что необычный предмет напоминает останки древнего животного, а именно зуб мамонта. Мы с дедушкой решили проехаться на великах, мы поехали сюда. Я просто шел-шел и вошел зуб мамонта. Вот минут пять ходил тут и нашел. А чем тебе приглянулся именно этот камень? Ну он не как все, он другой. У него еще как будто клыки обломанные. Я его спрятал, потом я поехал к бабушке Оле на один день. И вот мы приехали, бабушка Марина сказала, ну что, заберите вы его. Увлечение юного исследователя началось с того, что на приусадебном участке школьник нашел старинную монету. Теперь, по словам дедушки Миши Моржакова Владимира Ивановича, домой внук всегда возвращается не с пустыми карманами. У него все время желание что-нибудь выкопать, где-нибудь откопать, все равно чего. Вот вы говорили огород, да? Да, перекапывал огород, решил лучше отвезти на речку, лучше пускай копает на речке, чем перекапывает огород в ямы. В детстве мы не кидались в речку, вместо кирпичей использовали, не думая, что это такое, было такое. Но, скорее всего, возможно, что при чистке фарватера это и было. Плюс ко всему, укрепляли все-таки берег, потому что его размывать стало. Может быть, во время размытия, потому что нашли мы его, собственно говоря, после разлива схода воды. Древние останки школьник принес домой. Окаменелость сравнили с картинками из интернета. Внешне находка оказалась похожа на изображение зуба мамонта. За необычный Мишин трофей порадовалась его мама. Меня поразил тот факт, что он нашел зуб мамонта самостоятельно, с дедушкой гуляли. И вообще заметил его, принес домой. Это очень здорово, я рада, что он умеет находить. Он любит очень искать, и клады искать, и ходить на берег. Вообще, мы с ним очень часто посещаем музеи различные, и палеонтологические в том числе. И он, да, будем поддерживать интересы кружки и музеи. Однако, такие артефакты нередко обнаруживали на территории Муромского района. По словам историков, когда-то здесь жили мамонты. Свою находку Миша хочет на время оставить себе. Он готов не останавливаться на достигнутом и продолжить поиски необычных предметов. Возможно, в будущем из этого паренька вырастет настоящий ученый, палеонтолог или археолог. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости. Продолжение следует...